Метаболический синдром представляет собой группу симптомов, включающую гипертонию, высокий уровень холестерина, гипергликемию и накопление жира в области живота. Лица, страдающие метаболическим синдромом, часто имеют избыточный вес или ожирение, и у них в 5 раз повышен риск сахарного диабета 2 типа и в 2 раза повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний. Измененные механизмы, приводящие к атеросклерозу и сердечно-сосудистым заболеваниям у этих людей, включают повышенные уровни холестерина, связанного с липопротеидами низкой плотности, рекрутирование макрофагов, вызывающих воспаление и образование пенистых клеток. Кроме того, у пациентов с метаболическим синдромом повышен уровень плазменных цитокинов и адипокинов, которые способствуют воспалению. Исследование на крысах показало, что фенольные добавки обеспечивают защиту от метаболического синдрома. В исследовании четыре группы крыс получали одну из четырех фенольных кислот – кофейную кислоту, галовую кислоту, фируловую кислоту и протокотеховую кислоту в дозах 40 мг на килограмм массы тела через зонд в сочетании с диетой с высоким содержанием фруктозы. Все виды лечения притупили метаболический синдром, вызванный диетой с высоким содержанием жиров. В частности, полифенолы обращали вспять резистентность к инсулину, снижали уровень сахара в крови, улучшали измененные липиды и уменьшали воспаление и окислительный стресс. Кроме того, введение синтетического флавоноида С17834, полученного из бензо-Б-Пирана-4-Она или ресвератрола на машинной модели метаболического синдрома, предотвращало ключевые патологии сердца, включая гипертрофию левого желудочка, интерстациальный фиброз и диастолическую дисфункцию. С17834 оказывал свое действие за счет снижения окислительно опосредованных модификаций белка, улучшения резистентности к инсулину и увеличения концентрации адипонектина в плазме. Адипонектин является адипокином, имеющим решающее значение для гомеостаза глюкозы и расщепления жирных кислот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова